так осталось 20 минут еще раз вырастет и вырасти покажи что ты хоть что-то понимаешь а если три года растет а потом приходит еще один преподаватель а сегодня мы займемся формированием кроны а у него уже три года росло дерево какое жалко я не готов специально у него допустим росло дерево у этого студента и все правильно и вот он говорит так все деревья неправильно ну сейчас мы лучше сделаем смотрите мы все время мало осталось так оборачивание санкции из косточек вот пропускаю вынужден на следующий начнем с этого важнейший момент почему мне в уста были вложены совершенно ложные этих как называется то семья борюсь видите но это потом вот это сеансы если уж такое выросло пусть их немного там все два десятка можно сказать что это детей нет а девчонки помните опять пропускаю и доклад воулина и все вот это что у меня обозвали обманщиками шарлатаном это не у меня это из моих косточек понимаете вот этот противоречие их надо каким-то образом ну вернуть если они не передумают это знаете как человек он не верит бога да а однажды вдруг на грани гибели смолился боже спасти вновь по спаси и вот он теперь верит бог нужно чтобы люди поверили что бог создавал деревья совершенными если на четвертом году жизни допустим или на третьем дерево друг преподаватель очередной курс там есть курс прививок курса обрезок скажет что как это так у дерева нет штамба и дальше тик 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 теперь уже минус 40 не выдержит минус 30 дай бог теперь поведет крону теперь минус 20 дай бог а еще немножко покалечил и теперь это а чеку алира студент возьмет который по железу должен выросить сад и тут же уничтожить и вот надо сдавать экзамен вот комиссия а в саду все уничтожено а за это никто не отвечает прочитал курс профессор и сейчас он судила сделал значит нужно не просто чтобы студент это все мог сделать а чтобы он мог вот так вот сделать вот так вот один вариант прививать второй вариант и знать чтобы любая прививка это никакой генетики не менее никакого как усеяться не тебе штамба не тебе кроны покрасивые кроны этой пирамидальной ничего этого не будет прививка сращиваться два дерева получается вот такие уроды я уже опять толком не рассказал заканчиваю смотрите вот вот только вот это еще скажу лучше наклони ветку и все она видите что бывает еще вот возьми отрез центральный проводник она теперь вместо того чтобы несколько веток шло вверх это мой сосед отрезал теперь добрая сотня лезет вверх а ведь это чешообразная форма она стала чуть ли не религией якобы теперь туда столько будет много солнца какой хрен солнце это дерево давно мертвой том свет а вот это вот девочка которая фильм этот диск номер пять это она один из моих двадцати дисков это то самое что должен каждый студент изучить это она сделала я читал лекции она ходила за мной с этим с видеокамерой это она и вот она сфотографировалась это был лучший маньчжорский абрикос сейчас еще вкуснее на тот момент он был самый лучший а потом приезжает родственник и делает вот так а когда я возбудился да на следующий год она была мертва при телевидении все снимал все снимал при этих которые подтвердят 15 как называют который курс послушают семинаристы все на их глазах и вот этот человек которого научили вот эти вот учили научили научили вот сказал ту самую фразу которая войдет еще раз 10 раз говорю это одна из самых основных фраз вот который плевать ему на то что а сада это ярче посадил это это я железо посадил у своими руками выросли из единого полива без единого этого сама отрезанной ветки без ничего фраза войдет будущие учебники она тоже должны быть от таких фразы константин из заболе чем больше режим тем больше урожай вот это мне сказал чек который великолепный этот самый тракторист великолепный и шофер так ну а потом вот видите это моем саду какое горе таки написал присниться за тебя зубка пасутся в ужасе вот это еще пропускаю вот этот нож не могу пропустить обещал обещал нашел я его внимание на экране чек пол присылает фотографии говорит могу ли по совет купить я хочу прививать а вы сказали что это сам нет и так там в аннотации написано заточен на одну сторону я беру вот этот нож который помните мне подарили но я не мог найти сразу мне его подарили он заточен на обе стороны и абсолютно не пригоден прививка вот она говорит годится или нет я беру вот здесь все написано что стане и дальше я а дальше то ли 88 то ли 33 внимание он он 4 теперь смотрим сюда здесь выбито 1 2 3 4 этих заклепки видите видите 4 заклепки как можно доверяйтесь и вот человек вот именно этот нож вот он вот он который здесь и мне прислали как подарок а он у меня лежит на кухне я им хлеб иногда режу но тупой я пробовал эти я не стал его точить я не пользуюсь но я пробовал ногти обрезать тупой и вот это вот качестве ножа а иностранцы я давно лет действовать назад еще утверждал первые мои статьи были утверждал наши ножи умудряются прививочные из слабой стали раз и что обычно как может выпускать привычки нож промышленность тупым а иностранцы а у них на да я вам показываю несколько раз может не стоит показывать можно не буду я вам показывал нормальный нож а вот этот нож чек купит я скажу купи я не покупайте его вот это сходится вот это вот логотип сходится количество заклепок форма ножа все сходится и поди поверь ему вот этот момент я хотел это пропускаю хороший совет но пропускаю хороший совет пропускаю вот это пропускаю и это и это вот это отдельный фильм сделаю потому что это такой больной вопрос это как можно меня перебрать вот что я делаю химической обработки и так легко из меня сделать этого болтуна под лица почему он то есть я делаю химической обработки но сейчас даже не буду почему еще пропускаю если мы гораздо важнее этого я сейчас состоится самого ребята не колечьте деревья не делайте рано на концу тогда вы будете вот это вот будет жить по 40 лет и давать по 40 как ведер и впереди весна видите и это пропускаю но уже сами поняли вот это и спасение дальше я не успел я хотел все виды обрезки показать все виды вот а вот это аниматор это каким этим идиотом надо быть чтобы взять и назвать что вот это правильно и она заживет на всей планете из миллиардов миллиардов обрезок ни одна рано на кольцо из миллиардов ни одна ни одна ни одна ни одна ни одна ни одна где у них мозги где у них глаза чем они думают чем думают я буду подробно я чем каждый об сосу каждую вода на тебе спасибо дочери вот а вот железо 30 метров этого газу до этого рекорд 25 это мой абрикос знаете какой артем культурный абрикос а это у тебя больше поток потом еще 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 буду к этому же час вот это считается на заживу а вот это знаете как я даже прикалываюсь помнишь это самое четырех этих от трех девочек до старшеклассе с которым школьной доски стояли спиной задрали юбки и показали нам эти не голые задницы а красивые попки в трусах и в этих самых колготках прозрачных вот и когда ты на рутубе хотел разместить что с тебя куда тебя послали помнишь вот а я всего лишь хотел сказать что дети девочкам не логарифмы нужны были идиотские которых они все ночью не понимают время теряется нервы мотает себе и преподавателем вот однако учиться хотя бы тем же самым этим воспитывать детей и без пеленок вера и вырасти в пеленок мальчиков но без этих а то уже действительно уже процент деле все растет только потому что ни один не обмолвится на всю страну на весь мир никто не на сих пор не назвал причину что мальчики вырастают даже не девочками а теми самыми как их там сейчас называют лгб техниками только потому что у них яйца перегрев перегреваются в этих трусах в этих подгузниках в этих самых памперсах до сих пор и у нас уже такая отношение у нас была команда пас чтобы лгб техников нет и не пропагандировать а сказать что это бесполезно что они все равно завоевают страну они унижены они якобы второго сорта они все равно свое добиться и все больше становится как можно не сказать что вся причина в том что яичко мальчиков перегретое сутками годами десятилетия а образ жизни все зажато между ног это когда-то было между ног болтается на х и называется не болтается между на хочет страшно а здесь я просто это извиняюсь заранее ты потом когда вы решет кусочек этот кусок там несколько минут ты же вебинар будет делить на части добра вот и когда там в рутубе выйдет эту фотографию будет запрет правильно а я все таки а вдруг просмотрим а вдруг поймут что я здесь говорю что пока мы будем калечить деревья что я сделал это логотип это логотип это значит что любой дурак уже не это и я говорю многих диплома купили сколько было диссертации когда появился интернет признаны фальшивыми потому что десятилетиями ученые переписывали друг у друга а и наконец-то чтобы наконец-то чтобы уже они не поняли а надо еще не дураки но не понял дурак любой понял что если вот это вот здесь была ранка ранка сюда пошел мороз мороз уничтожил сердцевину а за сердце а за этим за морозом пошел гриб-трутовик вот ознакомьтесь здрасте гриб-трутовик без обидели а еще самое интересное мне знаете убивает борьба с грибом-трутовиком я уже внука как видите в единственный способ избавиться от гриба-трутовика это спели дерево за 500 землей а еще лучше бы выкорчевать после этого вот только так можно избавиться от него не избавиться потому что вы уничтожили вы сделали рану вы уничтожили сердцевину и теперь там гриб избавиться а вот так как это случается миллиарды раз я вот это вот все здесь девушка с голой заднице еще раз поймите меня правильно я не этот самый как называется не какой-нибудь этот самый как это называют извращение я просто взял книгу клянусь богом книга взятой центральной библиотеки самая обыкновенная книга таких книг с голыми задницами библиотеках если не тысячи то сотни если кто-то ходит в библиотеку до сих пор вы подтвердите и я просто показал что это голая задница это символ того что мы без садов находим мы без садов наши сады уничтожены вот этими идиотскими обрезками потому что ни один человек до меня единственным на планете потал аганатома не взял и не распилил ни одно дерево чтобы сказать да что же мы творим да что же мы творим то вы чего учим а вместо этого рутубе будет забраковано опять это согласен брат чему учим то чего вот этому сколько раз уже показывал время идет она падла уже 22 году фотографию это учеба это зарастает сейчас а вот эта подлась и не подлая подлась не руки затряслись не я не собираюсь как просто раз терять сознание наоборот я на подъеме вот это и есть пропаганда вот это вот 2 миллиона до 100 тысяч экземпляров было вот это вот преподнесено что видите как она видите вот правильная обрезка пройдет время и она станет вот такой а вот это вот самое левое это и есть правильно выбрать и все заметили между правильно неправильно внимание война продолжается вот здесь два два миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот двадцать пять просмотров вы представляете это значит что теперь двум миллионам человек разрешено просто пилить 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 они зарастут вот и уж поверьте не потому что я извращенец я вот это вот это символ голова сзада нашего садоводства промышленного садоводства нашего которая вместе советской властью рухнула сейчас что делается приезжает сегодня 2 дамы вы видели я уже заканчивали вы видели 1 они нам и они у меня купили косточек это самое сколько сейчас не помню что или 200 но у них 40 гектаров они не этапа и когда развалились колхозы каждый колхозе получил свой пай это я вспомню в одних селах было пять гектаров других 10 вот что они с ними все это давно заросло большая часть лесом потому что это была подлещая вещь на свете совершенно а сейчас те кто еще на держат какое-то количество там под чтобы лес не зарастал они хотят посадить сады а что толку что хотят посадить сады и вот они ко мне приезжают я начинаю рассказывать и частично частично подчеркиваю вот здесь вот вот последний фильм пожалуйста ребята садоводство по железу вот это вот фермер железа в гости шушенского района считайте что из любого района сибири урала где угодно вот это вам пригодится почему потому что вам без этого теперь не прожить люди не успокоились они хотят иметь промышленный сад а промышленные сады все были убыточные как сделать чтобы он был безубыточный и вот частично я ответил здесь вот а здесь я просто все скомкал скомкал вот но нагляделись на красивую задницу вот но еще раз говорю этот зад это нам показала наука это нам показала практика это наше промышленное производство которая умерла вместе с советской властью вот по всей россии потому что все до единого совхозы были убыточные все до единого вот а нам теперь подниматься надо с нуля с дачных садов еще раз говорю я ваша дай дачных садов вот но вот этого избавимся и дальше сады не будут умирать понимаете это надо умудриться вот этого не заметить миллиарды деревьев резать вдоль и ни разу поперек все мое время стекло я прошу прощения еще на семь дней ребята здесь такие интересные письма на которые так нужно ответить так нужно ответить вот здесь повторы есть потому что на деле фирмы снимал муравей нестребимая захватчики на них сосу права ты палач ты знаешь что не умнее тебя муравейная семья муравейный рот тебя наняли чтобы ты рекламировала вот эти самые и тебя наняли чтобы ты рекламировала яд а наших никого не железова не совенич не алексейка еще десяток таких же грамотишь их никогда не подпустят потому что они все теперь уже не сады будут убыточные а вы личные будут и телевизионной передачи только держатся на рекламе этих же ядов только на рекламе и когда показывает что вот вся будем бороться с муравьями ведь и средств от муравьев они видят муравьев они не видят что они старо дерево искалечили все и все таки прошу прощения видите вот на это не ответил я готовился вот вот здесь есть несколько писем животрепещущих знаете что-то отдельными фильмами снял торопился жить разве это не интересно для чего нужен штаб а а до чего там привитого дерева а зачем козе баян вы подумали что привитому дереву штаб нужен так так же как козе нужен баян и не больше того все мы закончили брат я опять митинговать начал вот мне даже интереса пропустят пропустят или не пропустят вот это вот коллаж еще раз говорю а это можете сколько угодно любоваться на голой заднице а это коллаж особой специальной это голый зад который превратилась наше садоводство только уничтожать можно только уничтожать больше ничего вот это есть наши садоводство с голым задом а ко мне обращаются я знаю что ни черта у них не получится вот только по той причине что люди у которых нет денег на трактор у которых нет денег на ирригационную систему назовем это несколько колодцев назовем громкой ирригационной системой у которых нет денег на охрану которых нет денег на все эти навесное оборудование вот а еще на ручное надо на скважины не одну скважину надо если у вас гектары там десятки гектаров вот на материалы ведь купил же человек то умудрился же купить тысячи чем-то этих саженцев а потом оказалось провела расследование нет никакого питомника в одном месте посеяли другом месте достали черенки вот а что из этого будет очага действительно ждет столько денег ухлопает а если по-настоящему один из моих ближайших рассказов будет как питомник типа железово сергея раз вот переходящий в кочующий питомник потом в маточный сад а потом сколько хотите столько и засажите гектар но только со второго третьего года а вот когда говорят я вот в июне возьму выкопаю эти сеянцы вот такие вот и посажу это же верная смерть а человек то внушил себе начитался так простите те чьи письма не успел прокомментировать очень прошу сейчас мы с вами переходим на тот до 1 часа 7 минут ничего не смертельно вот 7 минут перебрал мы сейчас переходим на весточка с этого слова корковки вы представляете в каком состоянии если мой сын живет под бомбежками это весточка от него была верхняя строчка так мы заходим в комнату вот и продолжаем наш разговор через 5 минут мне нужно 5 минут прийти в себя кто-то что-то написал я думаю ближайший час скучать мы не будем друзья я на пухню 5 минут 5 минут сколько смысла 5 условий 8 минут 7 минут час